Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня будем делать вафельные цветы. И не скажу, что цветы из вафельной бумаги это новые элементы в оформлении тортов, но сейчас они приобретают все большую популярность. Итак, приступаем! Я буду делать вафельную розу. И для начала мне нужны шаблоны. Можно использовать и вырубки металлические, которые обычно мы используем для изготовления сахарных цветов. Я же нашла просто шаблоны в интернете и подогнала уже под необходимые мне размеры и просто распечатала. И сейчас быстренько вырежу необходимые для меня лепестки. У меня будет 4 варианта вот таких вот, 4 размера. Теперь нам нужна будет тонкая вафельная бумага. Вот такая вот она у меня тоненькая. На ней я обычно распечатываю вафельные картинки. Какой стороной вы будете использовать ее, то есть лепестки у вас будут либо гладкой стороной, либо шершавой, это вы решаете сами. Здесь не принципиально это. Теперь мне нужно вырезать необходимое количество лепестков. У меня будет маленьких, вот таких вот 2 небольших размера по 5 штук, средний 6 и самый большой 7 я буду делать. Для удобства я обвожу лепесток пищевым фломастером. Все 5 штук я рисовать не буду, я просто вырежу один, а потом уже по нему вырежу остальные 4. И сразу же делаю надрез. Таким же образом вырезаю все остальные лепестки. Затем нам нужна будет полоска из вафельной бумаги, которая будет примерно как самый маленький лепесток размером. Получается как раз напополам. Полоска должна быть чуть подлиннее, чем у меня, поэтому я буду использовать 2 вот такие вот полосочки. Один край должен быть у нас волнистый. Вырезаем. Склеивать между собой элементы из вафельной бумаги я буду с помощью водки. А для того, чтобы моя роза была более правдоподобная, не чисто белая, а вот с таким вот розовым оттенком, я беру краситель. Я буду использовать сухой краситель розовый. Добавляем прям немножечко водку. Водка испаряется быстрее, чем вода, поэтому именно ее мы используем. И теперь слегка смачиваем вафельную бумагу. Именно слегка, потому что от большого количества влаги она у вас просто растает. Сильно большие участки увлажнять не нужно, так как быстро высыхает. А когда она вот в таком вот подмоченном состоянии, увлажненном, с ней можно делать что угодно. Свернули в трубочку и теперь делаем защипы у основания. Самый сложный для меня вот именно вот этот вот первый этап. Чтобы красиво сделать такой вот бутончик. Дальше наша задача склеить лепесточки. Увлажняем одну из сторон. Все. Вот таким образом нужно склеить все лепестки. После того, как все лепесточки склеили, начинаем приклеивать их к бутону. Начинаем, конечно же, с самого маленького ряда. Следующий лепесток приклеиваем так, чтобы он прикрывал наполовину предыдущий. Таким образом приклеиваем все лепесточки по мере возрастания. Для второго ряда сделаю еще один лепесток. Получится у нас 6, а не 5. Как я говорила изначально. Потому что я смотрю уже на внешний вид. Не хватает, мне кажется, одного лепесточка. Вообще количество лепестков вы можете сами контролировать. Если вы хотите, чтобы роза была очень такая пышная, красивая, то можно увеличить их. Лепестки большего размера уже удобнее приклеивать, так как образовалась такая площадочка. Видите, с обратной стороны. И уже удобнее приклеивать. Самое трудное, это вот первый ряд, маленький. Но это лично для меня. Может, для кого-то вообще весь этот процесс покажется легче легкого. Все, дадим немного подсохнуть, чтобы у нас основание просохло. И затем уже начнем тонировать лепестки и заворачивать их. Пока роза подсыхает, сделаю листочки. Листочки у меня будут на проволочном каркасе, так как я хочу, чтобы они вверх вот так веточки торчали от цветка. Листочки также можно вырезать по шаблонам. Я буду это делать произвольно. Вырезаем абсолютно любую форму и любой размер. И сейчас я вам покажу, как можно двумя способами сделать проволочный каркас. Либо делаем вот так надрезы, либо приклеиваем проволоку прямо к листочку. Но для начала я их тоже затонирую. Крашеную водку также буду использовать. Увлажняем и подставляем проволоку. Накрываем второй частью и приклеиваем. Вот так вот. Сильно увлажнять тоже не нужно, иначе он у вас скрутится. Оставляем подсыхать. Проволока у меня номер 26. Либо без надреза. Также мы немного увлажним, затонируем. И к обратной стороне, обмакнув проволоку в кондитерском клее, так вот приклеиваем и откладываем ее сразу куда-нибудь подсыхать. На какую-нибудь поверхность ровную. Затем, когда листочки уже у нас подсохнут, я их все уже сделала, и они у меня подсыхают, можно нарисовать прожилки. И опять же будем использовать пищевые фломастеры. Так вот это посветлее. Вообще хотела похвастаться, у меня много пищевых фломастеров. Вот такие вот наборы, богатая очень палитра. Также с помощью пищевых фломастеров можно сделать ленточку с надписью, где будет имя именинника или какое-то пожелание. Вот такие продаются одиночные фломастеры. Это двухсторонний фломастер. С одной стороны потолще. С другой стороны вот такой вот тоненький стержень. Тоже очень удобно ими писать. Я рисовала, помню, даже полностью лицо. Рисовала на торте. Торт зуб у меня был. И полностью лицо рисовала с помощью вот таких вот пищевых фломастеров. Также я их использую, когда я делаю фигурку. К примеру, я недавно выставляла фотографии в инстаграм. Там я делала фигурку молнии Маквина. И глазки полностью рисовала тоже пищевыми фломастерами. Быстро, легко, просто. Они на водной основе. Также еще имеются вот такие вот наборы. Все цвета. Здесь есть еще понежнее набор. Он так и называется нежный, кстати. Шесть штук в комплекте. И еще продаются наборы вот таких вот маркеров. Я сейчас покажу, какой у него стержень. Вот такой вот толстый. Тоже можно целые картины рисовать на мастике. Приобрести любой из понравившихся наборов, либо одиночный фломастер, можно там же, где и красители K-Colors. Это интернет-магазин Успешный кондитер. Заходите туда, выбирайте. А если вы укажете еще и промокод ЯТАРТОДЕЛ, вы получите 6% скидку. Произвольно рисуем прожилки. Также, если, например, делать вафельную орхидею, у нее на губе имеются небольшие такие черточки. Вот тоже можно их сделать пищевыми фломастерами. Орхидею я, правда, еще не делала. Она у меня только в планах. Вот так вот можно оживить листочек. Моя роза подсохла, и мы можем теперь довести ее до ума. Если делать фантазийный цветок, к примеру, то можно ничего дальше уже не делать, не тонировать, не заворачивать лепестки. Но так как я хочу сделать более правдоподобную розу, то я немного затонирую краешки. Для того, чтобы завернуть края, нам нужно немного увлажнить каждый лепесток. Хотя я, наверное, буду только последние два ряда закручивать. С обратной стороны мы немного вот так вот его увлажняем и одновременно тонируем. Почему именно с обратной стороны? Потому что именно в эту сторону она и будет заворачиваться. В ту сторону, которую мы увлажняем, лепесток и завернется. Теперь берем зубочистку и закручиваем. С другой стороны сделаю то же самое. Вот. А вот как это будет выглядеть, когда мы развернем к себе цветок. То есть более натуральный лепесток получился. Таким образом я прохожусь практически по всему внешнему ряду. По необходимости вы тоже можете и затонировать, и закрутить внутренние лепестки. Но это по желанию. То есть сами смотрите, как вам больше нравится. И вот что у меня получилось. Главное не перебарщивать с флагой, чтобы лепестки не раскисли. Отставляем пока в сторонку. Нам необходимо теперь темп-лентой. Для моего же удобства я ее разрезала на три вот таких вот тоненьких ленточки. Я люблю, когда стебли тонкие получаются. Темп-лентой мы полностью покрываем проволоку. Затем, соединяя несколько листочков, мы делаем ветку. Листики также можно оттенять с помощью сухого красителя. Цветочная пыльца. Он еще называется специально для флористики. Вот такие вот три веточки я сделала. Все, закончили работу над нашей такой небольшой композицией, которая состоит из одной вафельной розы и вот таких вот веточек с вафельными листочками. Теперь мне остается показать, как это будет смотреться на торте. Вот этот именно торт будет украшать вафельная роза. Торт выровнен творожным кремом. Окрасила я немного золотым красителем с помощью аэрографа. Также добавила золотого сахара, крашеного, и бусины. И еще хотела бы посоветовать. Если у вас такая же будет подложка, к примеру, деревянная, или подложка из материала, на котором остаются следы от красителя. То есть, когда мы красим аэрографом, в любом случае у вас краситель будет оседать на подложке. Поэтому поверхность полностью подложки я присыпала крахмалом. Крахмал впитал в себя весь краситель. Затем с помощью кисти сухой я убрала излишки крахмала. И поэтому подложка у меня неокрашенная получилась. Окрасился только торт. Вставляем зубочистку в торт и дополняем розу веточками. Вот такая вот красота у нас получилась. Казалось бы, из простого листа бумаги, хоть и рисовой. И если поначалу роза была невзрачная и примитивная, то с помощью кисти мы сделали из нее вот такую вот красавицу. Пробуйте, экспериментируйте. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго. Продолжение следует...